В Таллинском техническом университете студенты напечатали на 3D принтере новую таранную кость из титана для 29-летней женщины, которая из-за болезни могла потерять ногу. Оказывается, университет на постоянной основе сотрудничает с больницами, а интерес к 3D печати со стороны медучреждений растет. У нас в гостях докторант в ТТУ Ярослав Головенько. Доброе утро. Доброе утро. Ну, 3D принтеры действительно очень популярны, и даже они есть в школах, в детских кружках, где дети могут себе тоже что-то такое напечатать объемное. У вас в университете есть целое отделение, которое занимается 3D принтерами, изучает их. Чем конкретно вы занимаетесь, что вы изучаете? Да, действительно, 3D печать очень плотно вошла в нашу жизнь, и сейчас очень много всяких принтеров появилось, дешевых и так далее. У нас в Таллиннском техническом университете есть лаборатория Протолаб, в которой я работаю. Она занимается 3D печатью и разными сферами, разными направлениями, связанными с этим. И это как материалы для 3D печати, как параметры, исследование параметров, физико-механических свойств, деталей напечатанных или образцов каких-то других. Также мы сотрудничаем с другими лабораториями, которым нужны какие-то детали изготовить под их потребности. Я лично занимаюсь решеточками, структурами, структурами решетчиками. Давайте покажем. Вот такие решетки и сложные структуры. Для чего они используются? Где они могут использоваться? Ну, в разных сферах промышленности. Во-первых, это аэрокосмическая промышленность, потому что они очень легкие, как вы можете оценить. Да, действительно, подтверждаю, они очень легкие. У меня вопрос. Почему нужно печатать вот такую решетчатую структуру на 3D-принтере? Почему ее нельзя сделать другими способами? 3D-принтер самый простой и надежный? Есть причина в том, что есть ограничения у каждого метода производства, есть какие-то свои ограничения. Вот, например, эти решеточки, у них очень сложная геометрическая форма. Но если это еще, например, можно сделать какими-то другими методами, то вот эту мелкую будет очень тяжело. Это практически невозможно сделать другими методами. Единственный способ это сделать — это 3D-печать. Каким образом все это делается? То есть для начала вы это все каким-то образом программируете ведь, правильно? Да. С самого начала делается 3D-модель объекта, который должен был быть изготовлен. Потом эта 3D-модель загружается в программное обеспечение, которое идет с принтером, и подготавливается к печати. Она нарезается на слои, и потом эта информация передается в машину, в принтер, и он слой за слоем печатает деталь, пока она не будет готова. Ну вот можно и в качестве баловства или серьезного задания сделать, например, миньона, популярного мультяшного персонажа. Да, этот миньон, у него внутри решеточка как раз таки. А, тут тоже вот мы видим решеточную структуру. Он очень легкий. И очень легкий, действительно. Можно отправлять в космос. Какие материалы используются? Любой ли материал можно использовать для 3D-печати? Ну, я лично работаю с металлическими сплавами, чистыми металлами, металлокерамическими материалами. Вообще, очень широкий спектр материалов, которые могут использоваться для 3D-печати. Это не только пластики, это, как я уже сказал, металлы и их сплавы, и керамики даже. То есть, не любой, но очень много материала можно печатать. Давайте поговорим о той новости, с которой мы начали наш сегодняшний разговор. Это напечатанная на 3D-принтере таранная кость из титана для 29-летней женщины. То есть, вот тоже такая конструкция в форме куба, чем-то напоминающая, может быть, отдалённую эйфелеву башню. Именно вот о решётчатой структуре, а не монолитной детали шла речь, поэтому было решено прибегнуть к помощи 3D-принтера. Так? Да, вы действительно правы, она немножко напоминает по форме фермы моста или эйфелевую башню. И почему была выбрана именно решётчатая структура? Потому что импланты раньше делались из цельнометаллического, ну, цельнометаллический имплант такой. Проблема в том, что он при контакте с костью металл намного имеет прочнее свойства, более сильные механические свойства, он разрушает кость со временем. А решёточки, у них структура схожа со структурой кости и механические свойства схожи. То есть, нету такой разницы, они не разрушают кость. Вот, собственно, поэтому и решётчатая структура в имплантах используется. Что ещё вы делаете для медицинских учреждений? Какие заказы вам, может быть, поступают? Мы всегда открыты к сотрудничеству, Талтех всегда открыт к сотрудничеству с медицинскими учреждениями, потому что 3D-печать, одно из направлений, которые развиваются в 3D-печати, это как раз-таки медицинские применения. Это вот импланты. Есть импланты и для животных, то есть и для ветеринарии. Причём, мне кажется, что там намного всё проще с точки зрения сертификации и таких вот изделий у нас. А, кстати, а какие могут быть сложности с сертификацией? Ну, дело в том, что в медицине всё очень серьёзно. То есть этот имплант, который здесь, он был установлен в рамках экспериментальной хирургии. Но если делать это на постоянной основе, нужно проходить очень сложную и достаточно затратную по времени процедуру сертификации. То есть это там от года до пяти, наверное, даже. Но если отбросить эти бюрократические вопросы, то с чисто технической стороны, насколько это сложный процесс? Вот смоделировать такую кость, потом её напечатать, насколько это дорого, насколько трудозатратно? Сложно оценить на самом-то деле, но сейчас есть очень много программных обеспечений, которые позволяют это делать. И очень активно ведутся разработки, как и программного обеспечения для медицины, так и улучшаются методы сканирования костей и так далее. Ну вот на эту конкретную кость сколько вы потратили? Сколько человек трудились? Какая команда? Этот имплант был изготовлен в исследовательской группе лаборатории Протолаб. В основном большую часть работы сделал Лаурий Колло, это мой научный руководитель. И я думаю, что где-то ещё два человека в этом были задействованы, кроме него. Я думаю, что на это всё было потрачено около полторы недели, может быть. А можете привести пример, где ещё могут использоваться такие импланты, может быть, не только связанные с костью, например, но и с какими-то другими органами? Что ещё можно делать? У нас, в принципе, можно делать для медицины это кости, либо зубные импланты. Преимущество зубных имплантов, например, будет в том, что если это скан, и он полностью повторяет ту форму зуба, которая есть, которая была у человека. Поэтому после имплантации не будет никакого дискомфорта, он идеально подойдёт на своё место. Ну, пока что, я думаю, это более такие вот... Самые распространённые. Мы желаем вам дальнейших научных открытий и успехов в этой сфере, потому что всем нам на благо пойдёт, как говорится. В гостях у нас был докторант Таллиннского технического университета Ярослав Головенко. Спасибо. Спасибо.